Москва отошла на второй план по той простой причине, что европейцы и международные финансовые структуры выкрутили кипрскому руководству руки, а также все выкручивающиеся. И сделали все возможное, чтобы оплатить свои реформы за российский счет, при этом не дав возможность России спасти кипрскую экономику на разумных условиях, не на конфискационных условиях. Повторю еще раз, это бандитизм. Когда вы встречаетесь с бандитом, совершенно бессмысленно объяснять ему, что он поступает нехорошо. Значит, у вас деньги уже отобрали или украли, называйте как хотите. Вы можете только учесть это и в следующий раз, когда вы с ним повстречаетесь на узкой дорожке, быть достаточно хорошо вооруженным и постараться это все припомнить. А потом отплатить ему в благодарность за все сделанное с процентами, с привязкой к индексу цен, с большой-большой благодарностью за все сделанное, как я надеюсь, когда-нибудь и произойдет. И с теми, кто эту реформу пробил, и, собственно говоря, с теми, кто на Кипре ее согласовал. Продолжение следует...